Всем привет! Это видео о том, как настроить OpenVPN сервер на Windows и сконфигурировать OpenVPN клиента, а также как организовать с его помощью каналы между удаленными офисами. Бывает, что необходимо построить связь между удаленными компьютерами без лишних затрат на оборудование и ПО. В этом поможет такая бесплатная и известная программа как OpenVPN – свободная реализация технологий виртуальной частной сети VPN. Видео о том, как создать VPN сервер на компьютере средствами встроенных Windows инструментов и подключиться к нему с другого ПК уже есть на нашем канале. Ссылку на него я оставляю в описании. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удалённые данные – воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания – бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, у нас есть два компьютера. Один из них будет использован как OpenVPN-сервер. Второй – как клиент. Нам нужно обеспечить им возможность видеть друг друга в сети через интернет, а также иметь возможность пользоваться расшаренными папками и файлами. Приступаем к настройке. Скачиваем OpenVPN с официального сайта в соответствии с разрядностью системы. Ссылку на официальный сайт OpenVPN оставляю в описании. • Запускаем установку. • На третьем шаге активируем неактивные пункты. • Остальные пункты оставляем по умолчанию. • В процессе установки в систему инсталлируется виртуальный сетевой адаптер Tab Windows Adapter V9. И соответственно драйвер к нему. Этому интерфейсу программа OpenVPN как раз и будет назначать IP-адрес и маску виртуальной сети OpenVPN. • Переименуем его в ServerVPN. • В дальнейшем я именно так назову OpenVPN-сервер, который создам на этом компьютере. • После этого запускаем командную строку от имени администратора. Все способы как сделать это описаны в отдельном видео на нашем канале. Можете посмотреть. Ссылка в описании. • Переходим в папку, куда установили OpenVPN, с помощью команды CD. • Запускаем init.config.bat • В результате в папке cprogramfiles.openvpn.easyrsa появится файл vars.bat. • Если расширения файлов на вашем ПК не отображаются, включите их отображение. Так будет удобнее. • О том, как сделать это, также есть в видео. При желании смотрите по ссылке в описании. • Открываем его в блокноте или с помощью Notepad++. • Данный пакетный файл будет задавать переменные для сеанса генерации сертификатов. • В той части, что касается организации и расположения заполняем своими данными. • Но их можно и не заполнять. • Так как в дальнейшем их всё равно можно будет изменить. • Да и на работу OpenVPN сервера ваши данные никак не повлияют. • Эти данные сугубо информативные. • Снова переходим в командную строку, которая запущена от имени администратора. • И выполняем следующие команды. • cd – cprogramfiles openvpn easyrsa • vars – cleanall • В ответ должно написать два раза скопировано файлов один. Значит всё нормально. • build.dh – создаст ключ Даффи Хоффмана. • Если в результате данной команды вы увидите ошибку OpenSSL не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом, то сделайте следующее. • Перейдите в свойства системы. • Через панель управления системы или кликну правой кнопкой мыши на значке «Этот компьютер» • Дополнительные параметры системы • Дополнительно • Переменные среды • В разделе «Переменные среды пользователя» кликните на параметре Path и нажмите «Изменить» • В открывшемся окне нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь к папке с установленной программой openvpn.bin • Ok • Ok • Ok • После этого заново откройте командную строку от имени администратора и снова поочередно выполните все описанные выше команды • Команда build.dh должна выполниться • В результате у нас в папке easyrsa-case появится файл dh4096pem • После этого продолжаем вводить команды в следующем порядке • Build.ca • Создаст основной сертификат • Будут заданы вопросы. Здесь можно изменить уже указанные раньше в файле wars.bat параметры страны, региона и города, название сервера и т.д. • Меняем, если нужно изменить • Если нет, нажимаем Enter • После этого у нас в папке easyrsa-case появится два файла • k-crt • k-key • Build.case.server.server.server.vpn • Где Server.vpn – это название нашего vpn-сервера • Опять-таки будут вопросы. Жмем Enter • Когда увидим два вопроса Sign the Certificate • 1 out of 1 Certificate request certified • Commit • Жмем Yes • В результате у нас в папке easyrsa-case появятся файлы • Server.vpn.crt • Server.vpn.csr • Server.vpn.key Сертификаты для сервера созданы. • Приступаем к формированию клиентских ключей • Build.key.client.vpn • Где Client.vpn – имя нашего клиента • Так мы создаём сертификат клиента • Жмём Enter • Но при вопросе «CommandName» • Your Name or Your Service HostName» нужно ввести имя клиента • В нашем случае это «Client.vpn» • В конце также два раза «Yes» • В результате у нас в папке easyrsa-case появятся файлы Client.vpn.crt, Client.vpn.csr и Client.vpn.key • Для каждого клиента создаётся новый сертификат, только с другим именем, например, build.key.client.vpn1 и также указывать его в «CommandName» • Теперь генерируем ключ tagkey для аутентификации пакетов. • Для этого выполняем команду openvpn.genkey.secret.case.tackkey • В результате в папке easyrsa-case появится файл tagkey. • С ключами закончили. Теперь приступим к созданию конфигурационного файла сервера и клиента. • В папке на диске C – program files openvpn.config • Создаём текстовый документ servervpn.ovpn – это будет конфиг сервера. • И вводим в нём следующий текст. Я уже заранее подготовил файл сервера. Давайте разберём его. devnode servervpn – имя сетевого адаптера нашего openvpn сервера. Параметр необязательный, но удобно, чтобы знать, к какому серверу относятся данный конфигурационный файл. • Mode server – режим работы сервера. • Порт 12345 – это порт, за которым зафиксирован IP-адрес нашего компьютера сервера, т.к. он расположен за роутером. О том, как осуществить проброс порта, я уже детально показывал в другом ролике. Ссылка на него будет в описании. • Proto TCP4 Server – протокол передачи данных. • DevTune – режим туннелирования. • TLS Server – криптографический протокол передачи. • TLS AUS – путь к ключу т.к. • Проверьте, у вас он может быть другим. • Для сервера после пути к ключу ставим 0, а для клиента – 1. Обратите внимание, что в openvpn путь обязательно указывается через два слэша, а если в нём есть название папок с нескольких слов через пробел, как Program Files, то этот путь берётся в кавычки. • TuneMtu, TuneMtuExtra, MSSFIX – это размер пакета. • Пути к ключам. • KCRT – сервер VPNCRT – сервер VPNK – DH4096 PEM. • Server 101010255255255.0 – это тот диапазон адресов, который выделяется для VPN сети, может быть произвольным. • Client2Client – разрешаем клиентам видеть друг друга. • KeepAlive10120 – так называемое время жизни неактивной сессии. • CipherAS128CBC – выбор криптографического шифра. • CompIsa – установка сжатия данных в туннеле. • PersistK и PersistTune позволяют не перечитывать данные ключа и туннеля при разрыве соединения. • ClientConfigDir – это путь к конфигурационному файлу клиента на сервере. Его мы ещё создадим. • Verb3 – уровень режима отладки. • RoadDelay5 – время создания и применения маршрута. • RoadMethodExe – метод внесения данных о маршрутах. • Push – эта команда передаёт знания клиенту о подсети сервера. Поэтому 192.168.0.0 – это указание на подсеть сервера. • Road – даём видимость серверу сети и адресов клиента. Поэтому 192.168.182.0 – это указание на подсеть клиента. • Всё. Сохраняем и пробуем запустить сервер. • Кликаем на рабочем столе по ярлыку OpenVPN GUI или запускаем файл OpenVPN GUI EXE. • В панели задач появится значок OpenVPN. • Кликаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем «Подключиться». • Если через несколько секунд он загорелся зелёным, значит всё хорошо. • Сервер запущен. • Если нет, тогда смотрим лог в папке. • На диске C. • Пользователи. • Имя пользователя. • OpenVPN. • Сервер. Лог. • В случае возникновения ошибки, она будет описана именно в этом файле. И её можно будет исправить. • В нашем случае, как видим, сервер удачно запущен. • Дальше. В папке config создаём файл без расширения и называем его точно так, как клиента. • Client VPN. • Открываем его блокнотом и пишем следующее. • И в config push 10 10 10 5 10 10 6. Так мы даём клиенту IP 10 10 10 5 или 6. Могут быть и другими. • iRoad 192 168 182 0 255 255 255 0 Сообщаем серверу, что за клиентом сеть. • 192 168 182 0 Disable. Если раскомментировать данную строку, то клиент будет отключён. Это на тот случай, если нужно данному клиента отключить от сервера, в то время как остальные будут работать. • Всё, сохраняем. • Теперь переходим к компьютеру клиента. • На компьютере клиента также устанавливаем OpenVPN. • Все галочки можно не отмечать. • Копируем из папки компьютера сервера на диске C Program Files OpenVPN из RCA Case в следующие файлы . • И переносим их на компьютер с OpenVPN клиентом в папку на диске C Program Files OpenVPN Config. • В этой же папке создаём файл Client OpenVPN, в которой прописываем следующие команды. Я уже также создал данный файл, поэтому давайте его рассмотрим. • Ремоут 176.122.115.66 • Это адрес компьютера с сервера, к которому подключаемся. • Клиент. Говорим, чтобы клиент забирал информацию о маршрутизации с сервера. • Порт 12345 • Это порт для работы OpenVPN. • Proto TCP4 Client Указываем, по какому протоколу работает OpenVPN. • DevTune • Тип интерфейса • TLS Client • Криптографический протокол передачи. • TLS AUS • Путь к ключу TK. Проверьте, у вас он может быть другим. • Для сервера после пути к ключу ставим 0, а для клиента 1 • Remote Cert TLS Server • Защита • TUN MTU • TUN MTU Extra • MSS Fix • Пути к ключам • KCRT • Client VPN CRT • Client VPN K • Cypher AS128CBC • Выбор криптографического шифра • Comp Iso • Установка сжатия данных в туннеле • Persist K и Persist Tune позволяют не перечитывать данные ключа и туннеля при разрыве соединения. • Verb 3 • Уровень режима отладки • Mute 20 • Количество повторяющихся сообщений • Все, сохраняем. • Теперь, для того, чтобы пинг шел по внутренним адресам наших сервера и клиента, нужно включить службу маршрутизации удаленного доступа. • Для этого запускаем редактор реестра. • В нём открываем ветку реестра. • HKLocalMachine • System • CurrentControlSet • Services • TCPIP • Parameters • Находим параметр PEnableRouter и меняем его значение на единицу. • Не забываем перезагрузить машину, чтобы настройки вступили в силу. • Это нужно сделать на обоих компьютерах – сервера и клиента. • Дальше. • Настраиваем фаерволы и антивирусы на клиенте и на сервере для беспрепятственного прохождения пакетов. • Описывать, как это сделать я не буду, потому что всё зависит от установленных антивирусов и фаерволов. • После всего этого запускаем наш сервер. • Запускаем OpenVPN GUI или сервер OpenVPN. • Сервер запустился. • После того, как он подключился, запускаем OpenVPN на клиенте. • На клиентском компьютере запускаем OpenVPN GUI или клиент OpenVPN. • Если подключились нормально, значит пробуем проверить связь. • Для этого в командной строке набираем ping и присвоенный адрес клиента или сервера, смотря откуда проверять. • Если ping проходит, значит всё настроено верно. • Теперь пробуем перейти к расшаренным папкам. • Сначала с сервера на клиент. • Как видим, доступ есть. • Теперь с клиента на сервер. • Доступ также есть. Вот и всё. Как видим, VPN подключение с помощью OpenVPN создано. Компьютеры могут подключаться в двух направлениях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.